В администрации состоялось рабочее совещание по организации приюта для животных в Озбестовском городском округе. В нем, помимо главы города и специалистов администрации, принял участие управляющий Южным управленческим округом, советник заместителя губернатора, представители департамента ветеринарии, министерства строительства и депутаты. Отметим, что решение проблемы безнадзорных животных назрело уже давно. Ежегодно из областного бюджета выделяются денежные средства для того, чтобы собаки и кошки без владельцев смогли получить ветеринарное обслуживание. Животные, волею судеб оказавшиеся на улице, это небезопасно и негуманно. Кроме того, это способствует антисанитарии и распространению опасных заболеваний. Решить проблему по уменьшению количества бездомных животных гуманным способом возможно при наличии приюта. Сегодня есть инициатива, сегодня есть поддержка органов государственной власти и местного самоуправления. Сегодня есть уже готовый проект, прошедший в установленном порядке ценовую экспертизу. Имеется земельный участок, имеется социально ориентированная некоммерческая организация, благотворительный фонд «Шанс», который, мне кажется, знаком каждому нашему азбестовцу, правильно? То есть во всех сетях мы видим ежедневное размещение информации, мы видим тот результат и неравнодушное отношение наших жителей, которые есть. В августе прошлого года распоряжением администрации азбеста был сформирован земельный участок общей площадью 3000 квадратных метров в районе нежилого здания номер один по улице Комсомольской. На нем и планируется построить приют для животных. На совещании были озвучены основные технико-экономические показатели проекта. Первое – это вместимость приюта, 100 животных. Площадь застройки составляет 1214 квадратных метров. Общая площадь помещений – 384 квадратных метра. Расчетное продолжительное строительство – 6 месяцев. Из них полтора месяца – это подготовительный период, и основной период составит 4,5 месяца. Проектной документации выделения этапов на строительство не предусмотрено. К проектным решениям относятся следующие объекты. Это контрольно-пропускной пункт. Площадь также указана на слайде. Сблокированная застройка имеет общую кровлю. Это здание с 1 по 4. Какие здания? Это административно-бытовое здание, два ветеринарных пункта, здание корма-кухни, совмещенное со складом хранения кормов и подстилки. Здание четвертое – это содержание животных с теплыми вольерами. Отдельное здание модульное номер 5 – это зона карантина с изолятором более 80 квадратных метров и уличные вольеры 688 квадратных метров. После всестороннего рассмотрения проекта участники совещания выехали на территорию, где запланировано строительство приюта. Реализация подобных проектов является прямым поручением губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куевышева. Такие поручения губернатора крайне важны. Они, собственно говоря, закрывают потребности, могут закрыть потребности несколько муниципалитетов. И с одной стороны, это гуманное отношение, обращение с животными. С другой стороны, что является самым важным – это гарантии безопасности наших жителей. Мы все с вами слышали и в средствах массовой информации о возможности нападения животных. Ну, вот это, собственно говоря, история, которая может предотвратить такие случаи. Сегодня мы уже здесь, в самом деле, уже непосредственно вот смотрим сегодня площадку и проект, который сегодня нам предложен для работы. К нему, конечно, есть вопросы, но это нормально, к любой документации вопросы возникают. Есть видение, как можно ее улучшить, как можно оптимизировать это направление. Сегодня мы делаем следующий шаг в реализации на территории Безусловского городского округа комплекса для содержания беззорных животных, для того, чтобы в наших городах, входящих в Южный округ, Азбест, Малыш, Варестинский, может быть, Сухой Лог и, может быть, даже и Богданович, чтобы когда сегодня есть необходимость, когда появляются беззорные животные, чтобы машина, которая их отлавливает и увозит для содержания стерилизации, откормки и возвращения в естественную среду, так написано в федеральном законе, чтобы эта машина ехала не Салопаевская, а Артемовская, чтобы это было здесь рядом. Из средств областного бюджета выделено почти миллион рублей в 2022 году на проектирование данной площадки. Средства бюджета уже сегодня затрачены на проект. Есть позиция нашего губернатора о том, что мы никогда не бросаем никакой объект. Если мы начали стройку, мы стройку заканчиваем. Сегодня стройку мы еще не начали, но мы сделали большой шаг к тому, чтобы эта стройка началась. Дмитрий Рудаков, Андрей Осипов. Новости Азбестовского телевидения.